Попытались поджечь доски и залезли на крышу. Сегодня наш корреспондент и оператор. Но не из хулиганских побуждений. Они проверяли, как идет капитальный ремонт в многоквартирных домах Канаша. Почему такими способами, расскажет Ольга Пырочкина. Шифером шурша крыша с этого дома уже не сползет. В рамках программы капитального ремонта кровлю в этом доме и ряде других домов Канаша заменяют. Подрядчик дает гарантию минимум на 5 лет. Ну а дальше все будет зависеть от эксплуатации. Замена кровли – один из самых популярных видов работ, предусмотренных программой капитального ремонта. Специалисты говорят, именно от нее часто зависит состояние всего дома. Если крыша протекает, то вода, проходя по стенам, по перекрытиям, ускоряет износ здания. А когда в доме сухо, крыша влагу не пропускает, соответственно и фасад сохраняется, и несущие стены. Около дома номер 39 по улице Ленина в Канаше мы застали любопытный процесс с досками, которые предназначены для стропил будущей кровли. Происходит сейчас огнебиозащита от древесины. Это препарат МИК-09, сухой порошок, который разводится в воде. И в этой ванной, видите, как опускается древесина, замачивается. Она должна, по требованиям пожарной инспекции, не воспламеняться. Я точно не могу сказать, сколько минут. Но она должна держать огонь. Что ж, огонь у нас нашелся. Мы не могли не проверить слова специалиста на деле. Сейчас мы попробуем поджечь обработанные доски. Ну, вот щепку, например. Ну, что, как видно, действительно не загорается. Двигаемся дальше. 54-й дом по улице Пушкина стоит уже 63 года. И, судя по программе, должен простоять еще столько же. Ремонт фасада здесь запланирован аж на 2042 год. Ну, а в 2017-м, как и в предыдущем доме, кровля. Что очень кстати отмечает жительница Наталья Александровна. Крышу кроет, да, это очень хорошо. Тем более таким материалом. Вообще это здорово. Прямо довольная. Довольных капитальным ремонтом с этого года вообще должно стать больше. В этом году у нас абсолютно новая система подбора подрядчиков. То есть двухэтапная. Первый этап – это когда мы выбираем подрядчиков в специальный реестр квалифицированных организаций, которые имеют право проведить капитальный ремонт. Эту работу делает министерство. Уже потом, когда проводятся торги на непосредственном выполнении работ на объектах, на домах, в этих торгах имеют право участвовать только те организации, которых мы отобрали. Кроме того, перед началом работы все проекты проходят государственную экспертизу. Это должно отсеять недобросовестных подрядчиков, которые любят завышать цены. Ольга Пырычкина, Рана Гавилян, Республика.